Может ему вытрезвите? А я вам сразу сказал, вытрезвите, а вы пять тысяч. Без наряда полиции не обходится ни одна смена в отделении токсикологии. Туда за сутки могут привезти до 15 невменяемых человек. На кушетках они не спят, говорят врачи. Пришлось утеплить пол. Плитку на стенах переклеивали уже раз пять. Пьянствующие отрывают во время драки или белой горячки. Решетка на двери защищает медсестер от особо буйных. Контингент очень большой, очень агрессивный. Нагрузка на персонал просто большая. Почему? Потому что работают молодые девчушки, которые справятся с человеком, находящимся в алкогольном опьянении, достаточно взрослым мужчиной. Они не могут. Врачи не имеют права забирать у пациентов вещи. А у буйного в кармане может оказаться не только телефон. Нередко пьяные нападают на медсестер. Любое медучреждение, жалуются врачи, не подходит для таких людей. И, как правило, им не требуется серьезная медицинская помощь. В полиции пьяниц тоже не оставляют, если они не нарушают закон. В советское время попасть в отрезвитель было большим позором. Информация об этом поступала на производство, где работал провинившийся. И из его зарплаты вычиталось около 25 рублей за содержание в этом самом вытрезвителе. По тому времени сумма достаточно внушительная. Вытрезвители служили временным пристанищем для тех, кто уснул на улице или нарушил общественный порядок. Тогда еще милиция работала в связке с медиками. Пьяных обследовали и определяли, нуждаются они в помощи или им нужно просто протрезветь. Общественное порицание при этом являлось дополнительным инструментом воздействия в борьбе с алкоголизмом. Мы спросили у барнаульцев, стоит ли вернуть такую практику. Мнения разделились. Сейчас, если вытрезвители, открывать полгорода, вытрезвители будет. Поэтому не знаю. И то, что вытрезвители, надо вообще строго к этому относиться. Поймали на улице пьяного, отмочили хорошенько, и еще вытрезвители его. Те советские моменты, значит, перенос отпуска, значит, на зимнее время, если попал вытрезвитель, значит, вывеска его на доске, так сказать, во всеобщее обозрение, я думаю, такие вещи сегодня в демократическом обществе, они не действенны и не должны. Важно помочь человеку, значит, проконсультировать и попытаться его направить на истинный путь. На истинный путь Андрей Иванов, главный нарколог края, направляет уже много лет, но говорит алкоголиков, только в Барнауле не меньше 20 тысяч. И это лишь официальные цифры, тех, кто каждый вечер потягивает пеной перед телевизором, не сосчитать. Законотворцы придерживаются мнения, что в современном вытрезвителе должны обследовать и дать ночлег, чтобы никто не замерз на улице. И по задумке туда должны попадать не только пьяные, но и наркоманы, и те, кому просто стало плохо, а из вытрезвителя их уже должны распределять в специализированные учреждения. Там ведь должен быть и медик, и полицейский. Потому что, как правило, здесь вот. Или они рядышком должны находиться. Вот эта структура. И основа бюджетная. Бюджетная может быть с элементами хозрасчета или, по крайней мере, компенсация вот этими штрафами. Она, несомненно, должна быть там, где явные нарушения. Если вернут вытрезвители, у медиков и полицейских может появиться пункт-посредник. Но это пока лишь инициатива. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.